Уважаемые коллеги, уважаемые участники вебинара, мы продолжаем серию традиционных вебинаров, которые проводят Центр компетенции цифровой экономики при Российском экономическом университете имени Плеханова и компания «Национальная инвестиционная платформа». И сегодня я буду помогать вести этот семинар. Меня зовут Александр Борисов, я член Совета директоров «Национальной инвестиционной платформы». И у нас сегодня на площадке известный уже вам эксперт, наш спикер Барковская Людмила Евгеньевна, старший юрис-консульт Ассоциации «Бизнес-право», который сегодня выступает с очень интересным сообщением, как мне кажется, для юристов и для предпринимателей, для всех, кто имеет дело с юридическими аспектами своей деятельности. Это форс-мажор в гражданском обороте. Людмила, я предоставляю вам слово, пожалуйста, пару слов об Ассоциации и ваше сообщение. Прошу вас. Здравствуйте, Александр, благодарю вас. Да, кратко расскажу про нашу Ассоциацию. Ассоциация «Бизнес-право» существует более 20 лет. За это время нами накоплен огромный опыт взаимодействия с государственными органами, с бизнес-сообществом. И деятельность Ассоциации прежде всего направлена на защиту бизнеса, на защиту прав и законных интересов участников гражданского оборота. Соответственно, мы активно принимаем участие в различных мероприятиях юридических, правовых, которые направлены на образовательную, просветительскую деятельность. В частности, сегодня представляем вашему вниманию вебинар, который посвящен теме форс-мажора, форс-мажора в гражданском обороте. И сегодня мы с вами подробно обсудим, как в теории регламентируется форс-мажор обстоятельства непреодолимой силы и как на практике применяются данные нормы законодательства и как участники гражданского оборота с данными обстоятельствами сталкиваются и решают проблемы, задачи, которые возникают в связи с данными обстоятельствами. Тема действительно очень интересная, очень актуальная. конечно, она возникла, скажем так, она существует очень давно. Она была еще известна и в римском праве, то есть с момента существования взаимоотношений между людьми, скажем так, тема форс-мажора, конечно, она существовала. Но во время, в наше, так сказать, самое-самое актуальное и последнее, а именно кульминация которого произошла с марта по июнь 2020 года, это режим самоизоляции, карантина, когда было принято очень много запретительных мер государственными органами. Тема форс-мажора возникла как никогда, наверное, по крайней мере в моей практике, это действительно максимальный всплеск интереса к обстоятельствам непреодолимой силы, это максимальный интерес к условиям договора, в которых данные обстоятельства зафиксированы. Даже в достаточно, скажем так, близкое время и недавно было принято два обзора Верховного суда, которые были в частности посвящены обстоятельствам непреодолимой силы. Поэтому данная тема максимально актуальна и сегодня мы ее подробно обсудим и в теории, и на практике, и в том числе на самой-самой, так сказать, последней практике мы рассмотрим, как себя вести, что делать, когда наступают обстоятельства непреодолимой силы. Ну что ж, тогда приступим к обсуждению. Просто да, давайте, конечно. Собственно говоря, я подготовила тоже презентацию, и по окончанию вебинара она будет, я думаю, что разослана по электронным адресам. Итак, давайте мы начнем все-таки тогда именно с наших самых последних событий. И первый слайд как раз посвящен именно тем отраслям экономики, которые наиболее пострадали от пандемии. Даже в постановлении правительства Российской Федерации вот от 3 апреля 2020 года был указан перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали от пандемии. Отредактировано это постановление вот совсем недавно, 26 июня 2020 года. И вот в этом перечне вы можете наблюдать и видеть, какое количество отраслей экономики, какое количество правоотношений вдруг резко столкнулось с такой правовой, скажем, дефиницией как форс-мажор. Это и транспортная деятельность во всех проявлениях, сухопутный, морской, пассажирский транспорт, это автовокзалы, это деятельность музеев, творческая деятельность в области искусства, организации развлечений, это деятельность в области спорта, туристические агентства, гостиничный бизнес, общественное питание и так далее. То есть огромное количество участников гражданского оборота вдруг столкнулись с теми условиями договора, на которые, как правило, они не сильно обращали внимания. Потому что понятно, что в каждом договоре практически присутствует вот эта норма, да, форс-мажор. Как правило, на нее никто сильно внимания не обращает, потому что редкие случаи, когда возникают данные обстоятельства. Но сейчас вот многие столкнулись, скажем так, все одновременно, можно даже так сказать, и внутри, то есть российские компании внутри территории Российской Федерации и все международное сообщество, соответственно, и международный контракт это затронуло сразу. И поэтому, конечно, стоит сейчас вот рассмотреть подробнее, какие существуют заблуждения в данной области, да, какие существуют инструменты для того, чтобы в этой ситуации максимально спасти свои договорные отношения, спасти свою репутацию, спасти свой бизнес, где-то, да. Поэтому вот эта тема, она, соответственно, максимально актуальна. Итак, давайте сейчас рассмотрим, что такое форс-мажор и обстоятельства непреодолимой силы, и как они рекомендируются в нашем законодательстве. Вашему вниманию представляю следующий слайд. Основные, скажем так, нормы, которые касаются обстоятельств непреодолимой силы, у нас закреплены декларативно, так назову, в части 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Что там указано? Там указана следующая норма, что если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, которое не исполнило или ненадлежащим образом исполнило обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие неопреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непреодотвратимых при данных условиях обстоятельств. Вот в данном таком кратком, достаточно декларативном определении содержится вся сущность обстоятельств непреодолимой силы, как она понимается в нашем законодательстве. То есть, что это означает? Это означает, что страна, которая столкнулась с неисполнением либо ненадлежащим исполнением, она несет ответственность. Но, если это неисполнение, либо ненадлежащее исполнение возникло в силу обстоятельств непреодолимой силы, от ответственности страна освобождается. Это первый важный момент. Второй важный момент, который содержится в данной норме, это то, что существует характеристика данных обстоятельств непреодолимой силы. То есть, это чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. Мы об этом обязательно чуть позже поговорим более подробно, и я расскажу про критерии признания обстоятельствами непреодолимой силы, и мы это рассмотрим на практике, на судебной практике в частности, и обязательно рассмотрим рекомендации для страны, которые столкнулись с обстоятельствами, как их зафиксировать, как минимизировать издержки и потери. Кроме гражданского кодекса, у нас встречается упоминание, вот я здесь указала принципы международных коммерческих договоров. На самом деле, на принципы международных коммерческих договоров, несмотря на то, что в основном это применяется в международном частном праве, то есть при исполнении международных контрактов, наши суды часто ссылаются на принципы уни-друа даже при рассмотрении споров внутри российских контрактов, то есть между российскими лицами, и в части первой статьи 7.1.7 принципов международных коммерческих договоров указано также, что сторона освобождается от ответственности за неисполнение, если она докажет, что неисполнение было вызвано препятствием вне ее контроля, и что от нее нельзя было разумно ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении договора, либо избежание или преодоление этого препятствия или его следствия. Очень важное определение, оно чуть более полное, чем то, которое содержится у нас в Кражданском кодексе, и исходя из этого определения, если вдруг возникла, которая сторона может принять форс-мажором, вот критерии, которые здесь указаны в данном определении, их можно использовать, то есть получается, что необходимо что сделать? Доказать, что неисполнение договора, неисполнение обязательств было вызвано препятствием вне контроля стороны, да, и то, что нельзя было ожидать этого, и что избежать и преодолеть данные обстоятельства, следствие данных обстоятельств тоже невозможно. Вот это вот одни из самых основных критериев, мы их тоже сегодня подробно обсудим. Кроме того, в законодательстве обстоятельства непреодолимой силы встречаются в других отраслях, в частности, в трудовом законодательстве. Дело в том, что существуют нормы трудового кодекса, в которых, например, работник освобождается от материальной ответственности в случае, если событие произошло в связи с непреодолимой силой. Также таможенный кодекс Евразийского экономического союза содержит нормы, в которых регламентировано поведение, скажем, стороны в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. В частности, вот в статьях 96-149 указано, что при аварии, при действии непреодолимой силы или других обстоятельствах, которые препятствуют соблюдению своих обязательств, перевозчик обязан принять все меры для обеспечения сохранности товаров, для обеспечения сохранности транспортных средств. Кроме того, обязан незамедлительно сообщить о возникновении данных обстоятельств. И, соответственно, все эти действия нужно фиксировать. Кроме того, в законодательстве и в основном в транспортном, в воздушном кодексе, в уставе железнодорожного транспорта, также есть ссылки на обстоятельства непреодолимой силы. Поэтому такая регламентация существует у нас в теории. И теперь давайте рассмотрим на практике, что, скажем так, какое отношение предпринимателей, какое отношение участников гражданского оборота к обстоятельствам непреодолимой силы. Сейчас хочу коснуться распространенных заблуждений о форс-мажоре и его последствиях. В моей личной практике я часто сталкивалась с тем, что необходимо было разъяснять предпринимателям бизнесу о том, что они заблуждаются в том, как они оценивают исполнение договора, как они оценивают ту ситуацию, которая у них возникла в бизнесе. В основном два существует распространенного заблуждения. Прежде всего, стороны расширительно толкуют события. То есть любое событие, которое вдруг произошло, то есть часто очень именно свои предпринимательские риски, стороны толкуют, как это форс-мажор. То есть нам не заплатил контрагент. Мы рассчитывали на получение субсидии. Вдруг у нас договор был заключен в валюте, например, доллар или евро. Вдруг сильно изменился курс валюты. Как? Вот это форс-мажор. То есть получается очень расширительное толкование. Сейчас мы это обсудим. И второй момент, что раз оно произошло, вот это событие форс-мажора, которое очень расширительно толкует, как правило, предпринимателя, значит, ну как, у меня случился форс-мажор, значит, я могу не исполнять договор. Ну как же у меня произошел форс-мажор? Так вот, это вот основные распространенные заблуждения. На самом деле обстоятельства непреодолимой силы форс-мажор никогда не прекращает основное обязательство. Что это означает? Это означает, что если договором предусмотрено, что вы обязаны произвести и поставить продукт, что вы обязаны осуществить какую-то услугу, но вдруг что-то произошло, вот ваше обязательство, оно остается в силе. Вы обязаны произвести, вы обязаны осуществить там услугу, ну и так далее. Единственный момент, вы освобождаетесь от ответственности за то, что, например, не смогли поставить в срок, то есть от ответственности за нарушение сроков. Можете освободиться от ответственности за, скажем, даже, ну, совсем не выполнение обязательства, да, но тогда вы возвращаете своему контрагенту все, что вы получили по сделке. Вот, таким образом, форс-мажорные обстоятельства, то есть обстоятельства непреодолимой силы, они только освобождают от ответственности. То есть от выплаты неустойки, штрафа, пене, от того, что вы обязаны возместить убытки. Вот от этого сторона, если обстоятельства признаны непреодолимой силой, тогда будет освобождена от ответственности. Мы на примерах обязательно это рассмотрим. И обязательно хочу здесь остановиться на том факте, что в законе прямо указан перечень обстоятельств, которые не являются форс-мажором. Перечень, соответственно, открытый, но он такой тоже декларативный. Соответственно, расширительное толкование события, вот то, о чем говорила об основном заблуждении, да, как правило, на что ссылаются? Нарушение обязанностей со стороны контрагентов, да, это не признается форс-мажором. Отсутствие на рынке нужных товаров для исполнения договора не является форс-мажором. Отсутствие у должника денежных средств, нет, это не форс-мажор. Колебания рынка валют, о которой мы только что говорили, да, финансовый кризис, какие-то преступные действия, да, это все, как правило, не будет признано форс-мажором, несмотря на то, что в нашей, так сказать, ну, в нашем обиходе, да, в разговорной речи, в договорных обязательствах часто стороны могут говорить, ой, а у меня произошло форс-мажор. Но здесь нужно именно понимать, что дискуссия будет являться форс-мажором и что нет. Людмила, я прошу прощения, вот у меня вопрос по ходу. Вот этот вот перечень, он законом определен, но он не является исчерпывающим и закрытым, я правильно понимаю? Да. Какие-то новые обстоятельства, если они признаются законодательно форс-мажором, они регулируются дополнительными актами или как? Смотрите, вот мы обязательно, я про это скажу, дело в том, что в чем уникальность обстоятельств непреодолимой силы, это прежде конкретно в их уникальности. Получается, что в каждом конкретном случае будет признаваться для именно этого лица являлось ли данное обстоятельство непреодолимой силой. То есть за форс-мажором у нас зафиксированы какие-то общие нормы. Да, общие нормы. Поэтому я вот и сказала, что декларативно. А почему все это? На самом деле, потому что у нас в статье 2 Гражданского кодекса зафиксировано и дано определение предпринимательской деятельности, что это самостоятельное. Осуществляемое на свой страх и риск. Именно. Именно. И почему возникают часто вот эти заблуждения у участников гражданского оборота, у предпринимателей? Потому что они путают риски предпринимательские с форс-мажором. И законодатель, вот в части 3 стадии 401, да, в судебной практике, вот как применяется наш закон, как раз вот благодаря им можно разграничить, где риск предпринимательский и где форс-мажор. И где форс-мажор. Вот, но это устанавливается судебным органом в процессе разбирательства, я имею в виду, может быть установлено такое обстоятельство дополнительно или как? Да. Так, да? Да, да. Если ситуация зашла, так сказать, до судебного разбирательства, да, именно суд установит, что при исполнении данного договора это являлось форс-мажором или нет. В случае, если это не дошло до судебного разбирательства, то стороны могут сами, то есть это воля сторон, в общем-то, да, признать, что до суда не дошло, то есть признать, что да, действительно, вот у нас при исполнении договора возникли обстоятельства, на которые... И они договариваются признать это форс-мажором. То есть это воля уже двух договаривающихся сторон. Спасибо, это важное уточнение. Спасибо. Да, это именно, если сторонам удастся договориться, это на самом деле замечательно, это самый лучший путь. Тогда они находят, может быть, чуть новый путь для решения договора, для исполнения своих обязательств, подписывают какие-то дополнительные документы. А в случае, если стороны не приходят к взаимовыгодному пониманию, да, то тогда, скорее всего, дело окажется в суде. Это уже рассмотрение в суде, да. Тогда уже как суд установит определение этого обстоятельства. Да, спасибо. Давайте дальше. Спасибо. Так. Ну что ж, теперь давайте вот именно рассмотрим критерии обстоятельств, которые, соответственно, по которым признаются обстоятельства непреодолимой силы, да. Сейчас один момент. У меня здесь была ссылка на достаточно интересное дело. Так. 40, 24, 309. Вот. Просто хочу на примере конкретного судебного дела, которое достаточно недавно рассмотрелось, это 11 июля, 20-й год, вот, рассмотреть критерии. Сначала поговорим о критериях. Как я уже говорила, у нас в определении Гражданского кодекса, да, в принципах международных договоров и там других, так сказать, нормах законодательства указано, какие обстоятельства, да, могут являться обстоятельствами непреодолимой силы. Так вот, основные критерии, по которым форс-мажор будет признан форс-мажором, да, это непредвиденность, непредотвратимость и чрезвычайность. Что это означает в непредвиденности? Соответственно, это означает, что участники Гражданского оборота, предприниматели не могли предвидеть наступление такого обстоятельства. То есть при заключении контрактов, договоров, при сочтении какого-то проекта всегда продумываются предпринимательские риски. Так вот, вот в эти риски форс-мажор, как правило, не входит, потому что это то, что невозможно предвидеть. Если, скажем так, одна из самых ярких иллюстраций вот этого, да, никто, наверное, там, в восемнадцатом году, в начале девятнадцатого года и, может быть, даже в конце девятнадцатого года не мог предвидеть, что вдруг возникнут такие серьезные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Это то, что никто не ожидал. В отношении, скажем, еще часто политических каких-то моментов, да, которые чуть ранее произошли, несколько лет назад, санкции, да, это то, что, в общем-то, участники гражданского оборота не могли предвидеть, что вдруг будут такие расширительные санкции применены со стороны там Америки, со стороны Европейского союза, да, в частности к российским предприятиям. Вот это вот непредвиденность, да, критерии непредвиденности. Далее непредотвратимость. То есть форс-мажор и вот эти обстоятельства, это всегда объективная ситуация, не субъективная, а именно объективная, которая не позволяет участнику гражданского оборота исполнить свое обязательство, и она действует таким образом для всех участников, которые осуществляют аналогичную деятельность. Это очень важно. Я покажу обязательно на конкретном примере, которое дошло до суда, вот этот критерий непредотвратимости, как суды его тоже трактуют, да, и чрезвычайность, то есть это исключительность события, то есть это необычно для сложившихся, не знаю, условий делового оборота, жизненных обстоятельств, и при этом они не являются предпринимательскими рисками, да, и вот они не могут быть учитаны. Вот. И еще раз хочу сказать, что решение о признании обстоятельств форт-мажором, это всегда принимается в каждом конкретном случае, для каждой конкретной стороны, для исполнения каждого конкретного договора. Вот. Давайте сейчас рассмотрим на примере вот дело, которое я упомянула. Оно, соответственно, совершенно недавно было окончательное решение по данному делу. Оно дошло до третьей инстанции, до арбитражного суда Московского округа, это конституционная инстанция. Вот. И 11 июня 2020 года арбитражный суд Московского округа отказал общество в признании обстоятельства форт-мажором, да. Суть дела была какая? Общество выиграло торги по заключению государственного контракта на, ну, выполнение определенных там работ и услуг. Торги выиграло. После того, как общество выиграло торги, возникают определенные обязательства, в частности, соответственно, подписать государственный контракт, да, и начать его исполнять. И общество не подписало государственный контракт по результатам данных торгов. Конечно, антимонопольная служба обратилась, ну, точнее, не обратилась, а предписание нарушения обществом законодательства. Общество стало это обжаловать, ссылаясь на то, что в обществе возникли обстоятельства непреодолимой силы, а именно сотрудник, который отвечал за данный проект, за подписание госконтракта, за проведение торгов и так далее, заболел. Заболел настолько серьезно, что его, собственно говоря, болезнь длилась весь период того срока, за который общество обязано было подписать государственный контракт, и, соответственно, общество не смогло это сделать. И суд не признал это обстоятельством непреодолимой силы. Суд что сказал? Он высказался следующим образом, что болезнь ответственного сотрудника, я сейчас хочу процитировать, да, не может быть признана обстоятельством, исключающим применение мер публично-правовой ответственности, поскольку заявителям в действительности не приведено объективных обстоятельств, которые свидетельствуют о невозможности подписания государственного контракта другим сотрудникам, тем более это были электронные таргеты, да, то есть общество не представило доказательства, что другие сотрудники не обладали электронной подписью. И кроме того, что другие участники оборота, то есть осуществляющие аналогичные услуги, аналогичные работы, не смогли бы выполнить данный контракт. Поэтому, казалось бы, вот такое обстоятельство, непредвиденное как болезнь, да, никто не может это предвидеть, оно в данном случае не было признанным форс-мажором. В частности, еще ссылались суды на то, что юридическое лицо, то есть работодатель несет ответственность за деятельность своих работников. Поэтому вот это хорошая иллюстрация для того, чтобы понимать, что даже если вдруг общество сталкивается с каким-то серьезным препятствием для исполнения обязательств, не всегда это препятствие является форс-мажорным обстоятельством, не всегда это будет являться причиной для ненаступления неответственности. Вот это вот, так сказать, важная такая иллюстрация, и дело прошло три инстанции, и вот суд высказался вот таким образом, что это не является форс-мажором. Далее, я думаю, что мы с вами стоит обсудить то, как можно, как необходимо засвидетельствовать обстоятельства, да, которые возникли вдруг для общества, и общество с этим не может исполнить свои обязательства. Здесь существует несколько вариантов, точнее, я бы даже сказала, что все эти варианты необходимо использовать в совокупности. Опять-таки, исходя из конкретной ситуации, иногда можно использовать все возможности, то есть подкрепить доказательственную базу актами государственных органов, получить сертификат либо заключение торгово-промышленной палаты, обязательно оформить внутренние документы, да, и в случае, если дойдет до суда, в суде все это предоставить, и плюс получить еще судебные акты, которые зафиксированы, что да, вот абсолютно, которая возникла при исполнении данного договора, является форс-мажором. Итак, с чего надо начать? В случае, если при исполнении договора возникло какое-то непредвиденное обстоятельство, даже пусть это будет, скажем, предпринимательским риском, там, да, и так далее, тем не менее, в любом случае, необходимо прежде всего составить свои внутренние документы, то есть документы пострадавшей стороны, что, ну, на слайде, да, указано, что это означает? Это означает, что необходимо получить, может быть, там, там, не знаю, докладные записки, да, служебные записки от сотрудников, которые смогли зафиксировать, что что-то произошло. На основании этого составить акт комиссии, где указать дату, время, обстоятельства, место, да, зафиксировать, может быть, ущерб какой-то, то есть акт инвентаризации составить и прочее, то есть всеми возможными способами, своими, так сказать, внутренними документами, своими собственными силами зафиксировать данное обстоятельство. Далее необходимо, ну, поскольку это обстоятельство вызвало либо невозможность исполнения обязательства, либо там нарушение сроков, либо нарушение качества, либо, может быть, я не знаю, какой-то другой вариант исполнения, да, договора, то, конечно, необходимо уведомить своего контрагента об этом, вот, соответственно, написать официальное письмо с изложением обстоятельств, что произошло, как произошло, в какие сроки, вот, это очень важно, мы тоже обязательно проиллюстрируем это судебной практикой, да. Далее очень важный момент, это как бы такие, скажем, все равно я это отношу к внутренним документам компании, которая составляет, да. Что касается внешних документов, то это акты государственных органов, это заключение либо сертификата торгово-промышленной палаты, либо уже судебные акты, да. Вот. Стоит обратиться в торгово-промышленную палату с соответствующим заявлением, это очень важная функция, которую осуществляет торгово-промышленная палата, в частности, вот тоже то, о чем мы с вами говорили, что форс-мажор возник, да, в связи интерес к этой теме и всплеск, скажем так, и обращение и так далее, все возникло с пандемией коронавируса, вот, в частности, на официальном сайте торгово-промышленной палаты 26 марта 2020 года появилось сообщение о том, что выдача сертификатов о свидетельствовании форс-мажора будет осуществляться на безвозмездной основе и торгово-промышленной палаты Российской Федерации и региональными торгово-промышленными палатами в части исполнения российских договоров. Вот. Это очень важная функция, на самом деле, торгово-промышленной палаты. Что необходимо для этого сделать? Свидетельствование осуществляется на основании положения о порядке свидетельствования торгово-промышленной палаты обстоятельств непреодолимой силы. Оно утверждено постановлением правления торгово-промышленной палаты еще в 2015 году. И вот сейчас я хочу подробнее на этом остановиться, потому что в этом положении более подробно указано и определение обстоятельств форс-мажора, и критерии, и, скажем так, действия сторон при возникновении данных обстоятельств. Вот. Поэтому я считаю это очень важным. Так вот, в соответствии с данным положением обстоятельства непреодолимой силы — это чрезвычайные, непредвиденные, непредотвратимые обстоятельства, возникшие в течение реализации договорных контрактных обязательств, которые нельзя было разумно ожидать при заключении договора, либо избежать или преодолеть, а также которые находятся вне контроля сторон такого договора. Вот данное определение, оно корреспондирует вот с принципами уни-дроа, да, вот о которых мы говорили ранее. Вот. Далее. В данном положении также указано, какие обстоятельства не могут относиться к форс-мажорам, да. Указано. Это предпринимательские риски. Это то, о чем мы тоже говорили, что надо что-то определять, да, разницу между рисками и форс-мажором. Так вот, что в положении относится к предпринимательским рискам. Это нарушение обязанностей со стороны контрагентов, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие необходимых денежных средств у должника, финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных лиц, да, ну и так далее. Вот. Поэтому вот это тоже важно, так сказать, соотносить. Но, а что здесь я хочу сказать, что нужно, скажем так, отчаиваться, да. В случае, если сторона понимает, что обстоятельство, которое вдруг возникло, скажем так, оно расценивается как именно обстоятельство непреодолимой силы стороной, необходимо и очень важно и полезно составлять заявление в торгово-промышленную палату. Почему? Потому что при составлении заявления как раз структурируются все события, выявляются критерии, да, почему? Потому что, как записано в положение торгово-промышленной палаты, свидетельствование обстоятельств непреодолимой силы, оно осуществляется путем оформления и выдачи сертификата, это для внешне торговых контрактов, либо заключение, это для договоров между российскими юридическими лицами. Так вот, для того, чтобы получить сертификат, либо, соответственно, заключение, необходимо написать заявление, а в заявлении как раз необходимо указать определенные обстоятельства. Прежде всего, необходимо указать предмет договора, вот, обязательства заявителя по договору, то есть те обязательства, которые он обязан был выполнить по договору, какие он не смог выполнить договору, Событие, которое препятствовало исполнению договора, причинно-следственную связь между событием и предметом договора, начало и предполагаемое, либо уже известное окончание действия форс-мажорных обстоятельств, ну и понятно, контакты и так далее. И вот даже уже при составлении вот этого заявления можно дополнительно продумать, какую доказательственную базу необходимо предоставить для своего контрагента, а может быть даже для суда на всякий случай, если вдруг впоследствии суд возникнет, для подтверждения того, что исполнение договора стало невозможным, либо оно изменилось именно вследствие форс-мажора. И, соответственно, данное заявление ТПП рассматривает в течение 10 дней, по-моему, она выдает заключение либо о том, что да, действительно данное обстоятельство является форс-мажором, либо отказывает в признании. На самом деле, если вдруг происходит даже отказ в признании данного обстоятельства форс-мажора, не стоит, скажем так, отчаиваться, потому что, может быть, стоит учесть, да, что-то, ну, что-то, может быть, не доказано, да, может быть, с другой стороны, там, посмотреть на обстоятельства. В любом случае подготовка подобных документов, она позволяет проанализировать бизнес-процессы и в дальнейшем, ну, скажем, это хороший опыт, да, и хорошая подготовка для возможного, так сказать, судебного процесса. Либо для переговоров со своим контрагентом, потому что понятно, что, скажем так, при возникновении обстоятельств, при возникновении предпринимательских рисков, в любом случае, необходимо их как-то преодолевать. Поэтому я считаю достаточно важным вот этим моментом подготовка такого заявления в торгово-промышленную палату. Вот. Кроме того, что хочется еще вот отметить, как я уже говорила, было, я хочу вернуться немножечко, наверное, к пандемии нашей, да, потому что всплеск, опять-таки, интереса к данной теме возник именно благодаря вот таким обстоятельствам не очень приятным, как и для граждан, так и для организации, потому что деятельность многих организаций под запретом, да, оказалась. В общем, Верховный суд Российской Федерации выпустил два обзора, и в этих обзорах коснулся именно пандемии как обстоятельства непреодолимой силы. Тоже хочу процитировать важный момент, в частности, вот седьмой вопрос в обзоре Верховного суда звучал именно так, что возможно ли признание эпидемиологической обстановки ограничительных мер или режима самоизоляции обстоятельствами непреодолимой силы, или основанием прекращения обязательства с невозможностью его исполнения, в том числе в связи с актом государственного органа, а если возможно, то при каких условиях. Вот так звучал вопрос. Соответственно, Верховный суд, разъясняя и отвечая на данный вопрос, ссылался на ранние постановления. Есть постановление Верховного суда, которое касается обстоятельств непреодолимой силы, но в данном ответе Верховный суд говорит о чем? Что признание распространения новой коронавирусной инфекции обстоятельствами непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий должников, независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления, в том числе региона, в котором действует организация, в силу чего существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела, в том числе срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий должника. И вот это на самом деле то, скажем так, те основные моменты, которыми стоит руководствоваться при осуществлении своей деятельности, при осуществлении своей защиты от, скажем, данных обстоятельств, при выстраивании своей позиции с контрагентом. Поэтому сейчас я не хотела бы проиллюстрировать тоже на некоторых судебных примерах. Людмила, прошу прощения. Правильно ли я вот все-таки понимаю, что в результате вот такого вот разъяснения Верховного суда, признание обстоятельств с форс-мажорными происходит также, опять же, в каждом индивидуальном случае? Да. Он не признает это универсальным обстоятельством форс-мажорным, да, и разъясняет то, что это признается по-прежнему в индивидуальном порядке с учетом всех обстоятельств. Да, именно так. Вот даже если, ну, скажем, я не знаю, максимально какой-то такой яркий пример, как правило, в договорах про форс-мажор, да, пишут там, природные явления, да, землетрясения, наводнения и так далее. Ну да, пожар там какой-то, да, чаще всего упоминают такие стихийные бедствия, да. Да, да, стихийные бедствия, природные явления, и, конечно, это действительно вроде как отвечает всем критериям, которые мы с вами рассмотрели, да, и непредотвратимость, чрезвычайность, да, да. Но вот если рассмотреть, произошло вот это стихийное бедствие, понятно, что для многих это будет чрезвычайным событием, но, например, если мы берем какие-то, не знаю, службы там, МЧС, пожарные там, ну и так далее, для них это не будет чрезвычайным обстоятельством. Их профессиональная деятельность, их компетенция направлена на то, что они ликвидируют там последствия, да, там, спасают людей. Ну да, 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 конечно. И, соответственно, разве они могут ссылаться на то, что, ой, извините, произошло землетрясение, мы не смогли там... Ну, они, конечно, нет, это их работа, да. Да, это их работа. Поэтому, вот, для, например, ну, это уж совсем такой простой пример, да, но это иллюстрация того, что даже какие-то, скажем, совсем чрезвычайные события, вот они для кого-то могут являться чрезвычайными, а для кого-то нет. И вот сейчас тоже хочу, знаете, вот привести пример один судебный акт, тоже на самом деле это достаточно распространенная, скажем так, ну, ситуация, да, распространенная ситуация. В общем, это 20-й год, тоже достаточно свежее, как бы, решение, ситуация достаточно стандартная, бытовая, скажем так. Гражданин запарковал автомобиль и с крыши здания сорвал укроплю, повредил автомобиль, да. Ну, опять-таки, не знаю, упало дерево, что-то еще, но вот здесь вот произошло так, что сорвало... Да, повреждение личного имущества произошло. Да, и, соответственно, гражданин сделал оценку, да, все вот это было произведено, обратился в суд к организации, которая владела данным зданием, с тем, чтобы она разместила вот эти все убытки, да. Организация на что сказала? Нет, вы знаете, мы здесь освобождаемся от ответственности за то, что кровлю сорвало и, значит, причинило ему вред, потому что это произошло вследствие достаточно серьезных там природных условий, то есть штормовой, ну, штормовой ветер там, ну и так далее. То есть они ссылались на то, что они не могли это предвидеть, не могли это предотвратить, не могли, так сказать, повлиять на чрезвычайность этой ситуации, так? Да, 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 именно. То есть они здесь вот четко применили все критерии в соответствии с законодательством. Так вот, суд отказал, суд отказал организации в признании данных обстоятельств с форт-мажором, и что интересно, здесь, значит, была ссылка, действительно были, значит, были экспертизы, были сведения от государственных органов, то есть вот то, что мы говорили, акты государственных органов, да, вот как свидетельство. Да, да, да. В данном случае были акты государственных органов, которые подтверждали, что да, действительно, в этот период, в этом месте там с 12 часов до 13 часов там 0,4 минуты были такие порывы ветра. Это зафиксировано, ну, службами, такими, метеослужбами. Ну, метеорологическими там, да, понятно. Это было зафиксировано, все это в суд было представлено, и порывы ветра. Более того, в данный день в этом городе, это было в Нижнем Новгороде, было, опять-таки, актами государственных органов введено чрезвычайное положение. Объявлено штурмовое предупреждение, или что такое МЧС, да, да, как это обычно делается. Да, да. То есть, казалось бы, вот оно. И есть подтверждение со стороны государственных органов о том, что у нас чрезвычайное подтверждение в связи с природным явлением. Есть другой акт государственного органа из метеослужб о том, что, да, действительно, порывы ветра были признаны опасными явлениями, да. Почему суды не признали это форс-мажором? Потому что суды проанализировали, то есть, там были даже экспертизы по зданию, всему, да, что конструкцию здания, что здание не предусматривает такую нагрузку, ну, от ветра, да, там какие-то категории были указаны, да. Но при этом суды в том числе проанализировали тот момент, что на данной территории, там, ну, примерно, не знаю, там, не знаю, 20 квадратных метров, ну, и так далее, да, не было других случаев срыва кровли. То есть, это вот один из, помните, вот один из критериев, о которых мы говорили, в определении, что указано, что другие участники гражданского оборота, которые осуществляют аналогичную деятельность, то есть, собственники других зданий, у них не сорвало крышу, у них не было повреждений. И только вот у этого здания, так сказать, это произошло. Соответственно, суды признали вину собственника о том, что он ненадлежащим образом эксплуатировал здание, да, не закрепил крышу и этим причинил ущерб. А, то есть суд встал на сторону истца в этом процессе, да? Да, да. Вот, поэтому это как раз и показывает, скажем, ну, индивидуальность признания форс-мажора. Я допускаю, что если бы в данном деле были доказательства, да, были документы, которые свидетельствуют о том, что, например, посрывало крыши со всех зданий. Ну, там соседних 20 зданий, да, посрывало. Да, да, да. Тогда это не являлось бы, да, в этом случае? Да, тогда есть шанс, что суд рассмотрел бы немножечко по-другому и принял бы решение, что действительно, да, здесь, я не знаю, здание более новое, здесь недавно был капитальный ремонт, здесь здание соответствует всем там, не знаю, нагрузкам, даже там вот таким-то таким-то, да, но при этом все равно что-то сорвало, что-то улетело там, ну и так далее, да. Вот в этом случае, если бы были доказательства, что другие участники оборота, да, при осуществлении аналогичной деятельности тоже пострадали, тоже не смогли предотвратить вот это. А, понятно. Судебный акт тоже, ну, на мой взгляд, достаточно хорошая иллюстрация именно индивидуальности, да. Да, это прецедент, да. Да, 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 вот, очень интересно. А еще хотелось бы мне рассказать про одно интересное дело. Оно было в семнадцатом году рассмотрено, но завершение этого дела рассмотрено уже в девятнадцатом году. Здесь что было интересно? Здесь было интересно, что было признано обстоятельство как курс-мажор, и сторона была освобождена от ответственности за ненадлежащее исполнение. То есть там были нарушены сроки по государственному контракту. Но при этом, почему мне это дело как бы заинтересовало, почему хочу я его проиллюстрировать, курс-мажором было признано именно то, что контрагент не выполнил свои обязательства. Вот, мы с вами уже рассмотрели, да, что предпринимательским риском является неисполнение контрагентом своих обязательств. А вот в данном случае было признано, что это курс-мажор. Почему? Это как раз хорошо, ну, иллюстрирует индивидуальность подхода, да. Да, было потому, что предметом государственного контракта в данном случае являлось изготовление и поставка оптико-электронного комплекса там определенного, да. И в суде удалось, так сказать, доказать, да, подтвердить, что единственным в мире изготовителем необходимых заготовок из требований к качеству стекла там являлся вот определенный поставщик. Он был единственным в мире. Вот, и данный поставщик, который единственный в мире, он не исполнил свое обязательство перед, так сказать, нашей стороной, перед ответчиком. И вот это для ответчика, для нашего явилось как раз тем, что суд признал, что это курс-мажорное обстоятельство. При этом суд учел во внимание те факты, что ответчик уведомил своего истца, что единственный в мире производитель, да, не смог вовремя исполнить данное обязательство. То есть ответчик уведомил истца, сказал, что сроки исполнения контракта будут продлены по независимым обстоятельствам, что невозможно выполнить условия контракта, да, без поставки вот от единственного производителя. Более того, наш ответчик доказал, что он со своей стороны в полном объеме исполнил обязательства перед этим единственным производителем. То есть он оплатил всю поставку, предоставил все необходимые технические документы, технические задания и прочее, да, но, так сказать, вот никак больше не мог повлиять. И суд встал на сторону ответчика. То есть получается, что суд в данном деле признал в качестве форс-мажорного обстоятельства неисполнение контрагента обязательства. Вот. То есть это вот тоже как бы подтверждает, что очень индивидуальный характер носит обстоятельства непреодолимой силы. Далее, вы знаете, скажем так, как-то вот хочется обобщить всю информацию, которую сегодня мы с вами обсудили, которую мы сегодня осветили. Хочется дать рекомендации нашим слушателям, да, предпринимателям, участникам гражданского оборота. Вот этому посвящен следующий слайд. Так вот, общие рекомендации. Ну, на самом деле, вот исходя даже из тех судебных актов, которые мы с вами обсудили, я сейчас посмотрю, может быть, у меня есть еще что-то для примера, да, но что я рекомендую прежде всего сделать? Внимательно относиться к условиям договора, которые касаются форс-мажора. Понятно, что предмет договора, да, сроки, оплаты, это те существенные условия, как правило, которые в каждом договоре присутствуют. Но на форс-мажор, особенно это показало, так сказать, наши последние реалии, нельзя не обращать внимания. И если в договоре вдруг не указаны обстоятельства, освобождающие от ответственности в виде форс-мажора, конечно, это не означает, что при их возникновении мы не можем на них ссылаться. Конечно, мы можем на них ссылаться, потому что это, скажем, ну, объективные моменты, которые в законе установлены. Но в случае, если в договоре заранее предусмотреть и расписать условия, да, уведомления, описание каких-то возможных обстоятельств, это может впоследствии облегчить переговорный процесс. Это впоследствии может способствовать более уверенной правовой позиции в суде, если дойдет до суда. Итак, что я рекомендую, чтобы было указано в договоре? Во-первых, помимо, скажем так, общепризнанных обстоятельств форс-мажора, как вот мы упоминали уже сегодня с вами, да, стихийные бедствия, там, акты государственных органов, санкции и прочее, можно предусмотреть в каждом конкретном договоре даже конкретные обстоятельства. Например, иногда бывает так, что у заказчика есть вот определенные требования, очень жесткие, да, что я хочу, чтобы именно исполнение произошло в определенный день, в определенном месте, или, например, с определенным там качеством, да, там, не знаю, товара и так далее, да. И здесь, если есть такие достаточно жесткие требования в предмете договора, уже можно проанализировать и вот свой предпринимательский риск по неисполнению договора, да, немножечко смягчить указанием в качестве форс-мажорных обстоятельств именно вот каких-то индивидуальных, которые касаются только вот вашего договора, да. Вот, и суд признает это, не признает, это уже как бы дело потом, впоследствии, но это может помочь, это может смягчить. Кроме того, в условиях договора необходимо предусмотреть однозначно это уведомление сторон о наступлении данных обстоятельств. Как стороны уведомляются? Потому что не всегда при возникновении обстоятельств непреодолимой силы можно сразу там написать письмо, официально его направить и так далее. Может быть, предусмотреть возможность электронной переписки, там, я не знаю, телефонных переговоров и так далее. Сейчас практика у нас судебная, к счастью, идет по такому пути, что данные доказательства принимаются, да, но, тем не менее, лучше отдельно указать, что стороны оговорили, что, возможно, именно в таком порядке уведомить друг друга о наступлении обстоятельств, да. Может быть, указать, как зафиксировать данные обстоятельства, что достаточно для этого, письма, либо акта, либо какой-то там служебной записки и так далее. То есть все вот это можно говорить в договоре. Опять-таки, при заключении договора стороны могут сами определить, исходя из предмета, что стоит указать, да, какие особенности. Поэтому на форс-мажор стоит обратить внимание, с учетом даже, так сказать, наших последних реалий, что это вдруг возникает в достаточно обширных областях. Вот. Кроме того, важный момент. Когда данные обстоятельства возникли, очень важно их зафиксировать. Зафиксировать их нужно всеми возможными способами. Что здесь понимается под всеми возможными способами? Несомненно, это нужно сделать и собственными средствами внутри компании. То есть служебные записки, докладные записки, акты инвентаризации, акты комиссии о месте, времени, скажем так, самих этих обстоятельств и так далее, да. Что произошло, какие последствия, что сделано, чтобы предотвратить ответственные лица и прочее, прочее, прочее. То есть это вот касается именно внутренних актов конкретной организации. Кроме того, то, о чем я говорила ранее, это обратиться, может быть, в торгово-промышленную палату, обратиться к государственным органам, которые, может быть, курируют вашу деятельность в бизнесе, да, за соответствующими подтверждениями. Что да, на нашей территории что-то произошло, что-то случилось, какие-то ограничения, какие-то стихийные бедствия, какие-то еще, может быть, обстоятельства возникли, да, ну и прочее. Может быть, какие-то, не знаю, демонстрации там и прочее. Из-за демонстрации что-то было перекрыто, нельзя было там, ну, что-то поставить вовремя, да. Или вместо автомобильной перевозки пришлось воспользоваться сразу, не знаю, договоры, перезаплючать там уже дорожным транспортом. Разные ситуации могут быть. Ну да, или кафе перестало работать, потому что перекрытие было, да. А там какое-то мероприятие было. Да, да. Вот, обязательно, помимо вот этой фиксации, конечно, нужно уведомить своего контрагента, что, дорогой контрагент, у нас с вами договор, но возникло то, то и то, мы не можем сейчас исполнить. Либо не можем исполнить вот таким образом, предлагаем другой вариант исполнения, да. То есть важно контрагенту показать, что вы не отказываетесь от исполнения обязательства, а вы либо предлагаете какой-то альтернативный путь, да, либо просите сроки отсрочить. Опять-таки, где-то возможно, где-то нет, но, тем не менее, показать контрагенту вашу готовность на исполнение договора, на минимизацию ущерба, да, за ненадлежащее исполнение. Вот, и получается, что при подготовке данных документов, да, при анализе данного обстоятельства, которое вдруг возникло, всегда важно сопоставлять данное обстоятельство, предмет договора, вот именно с этими критериями, которые мы обсуждали, да. То есть необходимо осуществить индивидуальную, реальную, объективную оценку обстоятельства, насколько оно непредотвративно, насколько оно чрезвычайно и насколько оно непредвидено. Например, вот, хочу вернуться к распространенным заблуждениям, да, что расширительное толкование. Вот, произошел пожар на складе, да, и получается, что, ну, пожар, конечно, причем, скажем, даже не сильно важно, это пожар от молнии, либо это какие-то преступники подожгли, там, еще что-то. Причина не важна. Да, случился пожар, это, в общем-то, в любом случае стихийное бедствие, да, это не означает, что оно будет однозначно признанным форс-мажором. Тоже в судебной практике случается, вот, например, как правило, от пожара часто, ну, страдает, например, склад какой-нибудь, да. А что значит склад? Это означает, что наверняка заключены договоры хранения, а на хранителе лежит ответственность за сохранность товара. И пожар, скажем так, это, скорее, будет не форс-мажор для него, это, скорее всего, будет для него предпринимательский риск. Извините, хранитель обязан в силу своей профессиональной деятельности настолько максимально обеспечить невозможность возникновения данного события, да, чтобы вот оно не возникло. И поэтому вот были такие судебные споры, когда для хранителя пожар не признавался, например, обстоятельством непреодолимой силы. Вот, поэтому вот все вот эти моменты необходимо учитывать. Так что примерно вот так мы сегодня с вами обрисовали, что называется, форс-мажор, как он сейчас возник вдруг для многих, и как, так сказать, защищаться, как его фиксировать, как на него ссылаться. Если, может быть, еще какие-то вопросы есть, я готова на них ответить. Спасибо, Людмила, но мне кажется, практически была предоставлена исчерпывающая информация о современном определении форс-мажора, форс-мажорных обстоятельств, были оригинальные юридические кейсы, поэтому, мне кажется, достаточно подробно вас видели эту тему, и вопросы, да, вопросы в наш чат, в общем, тоже не поступили от участников. Поэтому хотим еще раз поблагодарить вас за интересную, да, вот пишут участники, спасибо. Хотим еще раз поблагодарить вас за интересные сообщения, за интересное и детальное понимание форс-мажора во всех его измерениях, да, и будем рады видеть вас снова на нашей площадке с другими темами. Спасибо большое, Александр, с удовольствием, так что до новых встреч в эфире. Спасибо, до новых встреч в эфире, до свидания, всего доброго. Спасибо. До новых встреч в эфире.